Павел Буторин, директор телеканала «Настоящее время», но главный, конечно, супруг Алсу Курмашевой. Сейчас, Паша, давай сразу скажем, ты где находишься? Тоже в Техасе? Как и Алсу? Да, я и дети мои, мы находимся в Сан-Антонио, кстати, в Техас. Мы сюда прибыли рано утром, почти не спались сегодня. Сегодня очень был волнительный день, все еще приходим в себя после вчерашнего дня. Я даже сравнил этот день с днями рождения детей. Вот такого мандража давно не было у меня. Ну, я думаю, что это абсолютно логично, наверное, да? Вот есть эта расхожая фраза про второй день рождения. Наверное, для вас это какое-то второе воссоединение, второй шанс встретились, познакомились, полюбили друг друга. И сейчас вот какое-то освежение эмоций. Я же несложно представить, как это все ощущается для тебя, для твоей семьи. Абсолютно, абсолютно. Интересно было наблюдать за прессой вот с этой стороны истории. Какая-то информация у нас была, но только в отношении Алсу. Ну, и я свои обязательства соблюдал, информацию не распространял. Ну, отчасти из-за того, что я не хотел сгладить. Все казалось таким хрупким, но когда мы получили приглашение прийти в Белый дом на встречу с президентом Байденом, я уже начал предполагать, что за плохими новостями в Белый дом меня и позовут. И уже когда при входе в Белый дом мы увидели семьи остальных заключенных, обнялись, мы поняли, что Алсу возвращается. Когда мы еще не знали, в которой сейчас это все произойдет, когда мы ее увидим. И, честно говоря, неожиданностью для нас стал и звонок из овального кабинета, когда мы стояли около президента Байдена, и мы услышали голоса Алсу, Эвана, Пола и Владимира. И тогда уже в овальном кабинете, я и сказал президенту Байдену, и здесь с удовольствием повторим, мы действительно стали свидетелями исторического акта решимости и сострадания и правительства США, и союзников, демонстрирующего, что свободный мир ценит человеческую жизнь и семью превыше всего. Даже если это значит, что нам нужно обменивать настоящих преступников, крестьюнов, для спасения неправомерно задержанных американцев. Как себя чувствует Алсун? Я не знаю даже, сколько времени вам удалось провести вместе. обмолвиться, поговорить какие-то, обнять друг друга. Это понятные моменты. Как она себя чувствует? Какие у нее эмоции? Очевидно, что эти 9 месяцев до заключения, они показали влияние на ее здоровье. Видно, что она потеряла много веса, она очень хрупко выглядела, но настроение было хорошее, была рада видеть детей. Мы провели несколько часов, болтали в самолете по пути в Чехас. Конечно, надо было поспать лучше, но не могли прекратить разговаривать, пока дети спали. Наконец-то я узнал, в чем я там конкретно обвиняли. Если это дело было закрыто, нам ничего не было известно. Сейчас она находится в другом помещении. Они все сейчас проходят реабилитационную программу после изоляции, после периодного заключения. Она не получала, насколько мы знаем, соответствующего медицинского обслуживания во время задержания и находясь в контроле в России. Поэтому она проходит сейчас обследование. Надеюсь, что мы ее скоро увидим. Скажи, пожалуйста, мы в начале недели, собственно, когда все это завертелось, в эфире настоящего времени для нас, собственно, история эта завертелась из того, что представители, адвокаты, правозащитники российских политзаключенных заговорили о том, что они начали исчезать из российских колоний, не могут с ними найти такой информации. Но мы, понятным образом, тогда начали сразу задаваться вопросом, знают ли что-нибудь о Гордоне Блейке, о Бэване Гершковиче непосредственно сразу и, безусловно, о ЛСУ. А в какой момент, вот ты говорила, что получил звонок, а для тебя в какой момент, вот начало этой недели, ты как бы тоже пытался куда-то звонить, ваши адвокаты, или, скрестив, что называется, пальцы, просто ждали, чтобы не спугнуть? Ну, моя коммуникация с АЛСУ, с ее адвокатами всегда была такой парадической, не было регуляторной коммуникации. Так случилось, что один из адвокатов АЛСУ пришел навестить ее в СИЗО, и оказалось, что ее там уже не было. И, очевидно, ее там не было уже несколько дней уже. То есть она была полностью инкоммуникация, мы не знаем, где она находится в это время. Какая-то надежда появилась на этом этапе, но я еще старался особо не читать новости, меня расстраивали все утечки информации. Я понимаю, что журналистам хочется всегда быть первым, но в этом случае я находился по-другому, в сторону камеры. Поэтому, конечно, в первую очередь меня беспокоила судьба АЛСУ. Звонок в Велодум я получил за несколько дней. А в какой момент, если я могу спросить, в какой момент ты что-то сказал дочерям? Я им сказал, ну, так я скажу, что за многие 7 месяцев мы привыкли к тому, что если надеяться на лучшее, мы, кстати, всегда понимаем, чем мы имеем дело. Но, тем не менее, я им сказал уже о визите в Белый дом не менее после этого звонка. Очень они расстроились, потому что как раз в эти дни мы должны были ехать на концерты ЛСВС и группы. Я знаю, это может звучать как-то тривиально, но, тем не менее, это для нас огромное было дело. Так что, к сожалению, мы этот контент пропустили, пропускаем. Но, тем не менее, мамы дороже, поэтому правильно сделали. Скажи, а как вообще дочери переживают то, что они вдруг оказались в центре какой-то такой геополитической драмы? Вдруг оказаться в Белом доме? Вдруг тебе президент Соединенных Штатов поет Happy Birthday? Вдруг тебя привозят на военную базу, где прилетают американские военные самолеты? У тебя тут руководство крупнейшие сверхдержавы. Как они все это переносят? Ну, мои дочери за это время были вынуждены быстро поздороветь. Это случилось не в последние дни, а в долгие месяцы неправомерного задержания ОСУ в России. Моя старшая дочь Биби, она уже много раз была и в прямом телевизионном эфире. Они действительно стали наилучшими защитниками ОСУ. Мне кажется, они понимают важность и выступления в прессе, и появления в кадре. Потому что ОСУ – это не статистика, это не имя просто на бумаге. Это настоящая семья, это ее дети, которые страдали все это время в ее отсутствии. Я благодарен своим детям. Во многом благодаря им, что мы сумели выступить. А есть уже какое-то понимание или просто мечты какие-то? Что вы хотите делать? Потому что, когда все случилось, мы узнали, что у Мириам будет день рождения. Вы уже заказываете себе 10-килограммовый торт, кучу свечек? Какие могут быть сейчас планы, учитывая, что это теперь совершенно другого рода будет празднование? Во-первых, когда ребенку исполняется 13 лет, они могут уже на Инстаграм идти. Так что, возможно, для некоторых лучший подарок – это Инстаграм. Да, не без тревоги это говорю. Но, не знаю, мы еще должны встретиться с ОСУ сегодня после обеда. Посмотрим, как мы сможем отпраздновать. Но Мириам уже получает кучу сообщений. Я президента Байдена получил подарки. Очень, конечно, особенный день рождения, особенный день для нас всех. Как случилось, что ты вчера выглядел на встрече, как будто ты только что проснулся? На встрече? Самолета. Понятно, что там USA, но как-то все такие… Я так скажу, Ром. Даже несмотря на то, что мы получили приглашение в Белый дом, мы все равно как-то надеялись еще успеть в Европу слетать на концерте ЛСВ. И это был мой такой аутбит для самолета. Не успели переодеться. Но в результате все получилось. По-патриотически я был одет в USA с браслетиком, вот такой пенчикой Free Al-Sum. Так что все нормально. Расскажи секрет нашу аудиторию. Ну, что-то вот такое особенное есть. Не знаю. И, я прости, возможно, за банальность. Не знаю. Чак-чак. Хочется съесть Алсу. Что-нибудь такое родного. Или выпить бокал вина. Ну, что-нибудь вы обсуждали? В конце концов, она провела все эти месяцы там. Это совершенно другая история. Или просто выспаться? Ну, она вчера была исчезнена физически. После этой длинной дороги. Очень неплохо поели в самолете. Даже обсудили это, что после тюремной еды надо, возможно, как-то поосторожнее. Осторожнее. Алсу так особо не пьет алкоголь. Но, тем не менее, они тут произнесли вместе со всеми представителями официальных органов системы, которые обобернули. Не знаю. Хрупкая, конечно, Алсу. Сейчас посмотрим, как ее доставить интегрирует в свободный мир. После многих месяцев неправедливого заключения. Сегодня мы показывали в нашем эфире пресс-конференцию, стали свидетельными. Первая пресс-конференция Илья Яшина, Владимира Карамурзы, Пивоварова, которые рассказали о своем пережитом опыте. Но один из главных их месседжей, посланий, был в том, что их заставили, их выбросили из страны, выдворили. Но Кремль не добьется того, чего хотелось, чтобы они замолчали, чтобы они перестали быть оппозиционерами, перестали сражаться за Россию. Алсу говорила что-то? Хочет ли она взять паузу? Или после всего этого забыть, как страшный сон, все это? Или она будет продолжать свою журналистскую деятельность, свою работу? И все, из-за чего она оказалась в заключении? Ну, я с уважением однажды к членам российской оппозиции. Достойно они выступили. Ну, Алсу, она не оппозиционер, она журналистка, она к США, поэтому она, собственно, там сидела не за то, что она сделала, а за то, что она с собой представляет. Не знаю, пока мы это не обсуждали, обменивались просто. Тем, как это все виделось с той стороны и с этой стороны, не обсуждали пока в будущем. А вы обсуждали, хочет ли она поехать на концерт Тейлор-Свифт? Ну, тут обсуждать даже и не надо было, конечно, хочет. Мы все-таки добьемся этого. Нам уже несколько обещаний было дано вчера. То есть, другими словами, сейчас следующая перспектива – это где-то в Европе концерт и напевать про «Romeo Kiss Me» или что там было, вот это «Romeo Save Me». Ну, дело в том, что Алсу пропустила целый новый альбом, да. И есть, так сказать, надо еще, что еще послушать. Так что, может, даже неплохо, что мы пропустили концерт. Она немножко подготовит, будет, так, слова новых песен. Хочешь что-то напоследок сказать? Аудитория, которая следила за всей этой историей, наверняка Алсу, кто-то писал какие-то письма поддержки. Те, кто пустил хэштеги «Free Алсу». Ну, во-первых, я должен сказать, что у Алсу так много было сторонников, о которых она знает и о которых она не знает. Очень впитывая большая. Я очень надеюсь, что она со всеми сможет познакомиться или учено, или заучено. Я еще хочу подчеркнуть, что она, естественно, не преступник. Мы все знаем, что она ни в чем не виновата. Я думаю, что и весь мир знает, американское правительство это знает. И точно мы, как и семья, это знаем. Я уверен, что никакие эти обвинения, никакие приговоры, они не будут признаны международным сообществом. В этом я спокоюсь. Спасибо. Павел Буторин, директор телеканала «Настоящее время», супруг Алсу Курмашеву и обо всем пережитом за последние месяцы и, конечно, за последние сутки после ее освобождения и возвращения в Америку. Напомним, что сейчас Алсу вместе с Эваном Гершковичем и Полом Уиллом находятся в Сан-Антонио, штат Техас, где проходят медицинские обследования и после чего смогут воссоединиться со своими родными. Паш, спасибо. Спасибо, друг.